Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия от студии Ярослав Щекланов. Сегодня все без исключения вовлечены в работу по недопущению подрыва российской экономики, сохранению стабильной социально-экономической ситуации, поддержке населения и бизнеса. Один из ключевых и самых актуальных вопросов – формирование ценовой политики на продукты питания, стройматериалы и лекарственные препараты. Важно уделить особое внимание работе по недопущению спекуляций, обеспечить необходимый запас продукции на рынке и заменить достойной отечественной альтернативой ушедшие страны товары. Обсудили меры поддержки системообразующих предприятий Крачево-Черкесии, субъектов малого и среднего бизнеса и населения. Сегодня наша с вами задача – мобилизовать все имеющиеся ресурсы для поддержки экономики республики, сохранение действующих и создание новых рабочих мест, разработать дополнительные меры по эффективному расходу регионального бюджета в новой экономической ситуации. Особое внимание уделить реализации национальных проектов, чем мы с вами каждый день занимаемся, которые являются фундаментальной основой для существенного повышения качества жизни наших граждан. Все региональные проекты должны быть выполнены в срок и с высоким качеством. Президентам Российской Федерации даны беспрецедентные, на мой взгляд, поручения и правительству Российской Федерации, и субъектам по принятию мер поддержки экономики и бизнеса, в том числе и финансовые меры поддержки. Сегодня свой столетний юбилей отметил наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Петр Николаевич Неделкин. Рядовой солдат встретил победу в Берлине, пройдя через все испытания и невзгоды. Поздравительный адрес юбиляру отправил глава Крача Черкесии. Али Баташев побывал в гостях фронтовика. Он родился сто лет назад в селе Малая Мазница Одесской области. До войны он работал на судоремонтном заводе в городе Керчь. С октября 1942 по апрель 1943 года воевал против фашистов в партизанском отряде Порт-Керчью в Старокарантинских каменоломнях. Смелый солдат не раз ходил в разведку и добывал языка. Станция небольшая, как полустанок, но там несколько путей, маневры делает кое-когда, вагоны переставляет. Два человека. Ну и мы где-то часиков два подошли. Один взрывается. Один так взрывает, другой так взрывает. Заскочили с автоматами. Стой, забрали их, привели. Ну и постреляли их. Затем Петр Неделкин был переброшен за линию фронта и до конца войны служил в должности военного водителя. День победы встретил в Берлине. Все развались, песни пели. Кто ура, кричал, не умеет петь. Куда там. Такая радость, что живой остался. Был катакомб, а в Черезниль фронта переходил живой. И здесь живой остался. И вот дожил... В 1947 году он переехал к родственникам в Черкесск. Встретил свою любовь. Сейчас у Петра Николаевича двое сыновей, две внучки и четыре правнука. На каких-то праздниках семейных мы все время собираемся. Мы эти истории, которые сегодня вам он рассказал, слушаем очень часто. Это знаем наизусть все его подвиги, поступки. В общем, любим, ценим, уважаем нашего дедушку. Фронтовик следит за развитием событий и уверен в победе российской армии в ходе спецопераций на Украине. Впереди главный праздник страны – День Победы. И ветеран надеется встретить его в окружении родных и близких. Али Баташев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники уголовного розыска обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести в декабре прошлого года. В результате поисковых мероприятий на окраине села Светлые сотрудники УУР МВД по Карачаево-Черкесии и ОМВД по Прикубанскому району обнаружили тело пропавшего без вести 33-летнего местного жителя. При наружном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Мужчина пропал 11 декабря прошлого года. Органами внутренних дел в Карачаево-Черкесии проводились оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, которые осложнились погодными условиями. После схода снежного покрова поиск продолжился. В мероприятиях активное участие принимали волонтеры поисково-спасательного отряда добровольцев «Кавказ». Вести из оперштаба сегодня. В Карачаево-Черкесии выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 364 человека. Из них 44 208. Выздоровели 51 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах до 6 градусов мороза, а днем плюс 8-13 и местами до плюс 8. В Черкесске ночью и утром слабый дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,2, днем 11-13 градусов тепла. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели» для жителей Карачаева-Черкесии. При покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоу-Цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Продолжаем выпуск. Познать азы бизнеса посредством истории предпринимательства на базе Кочегу имени Умара-Алиева прошел региональный этап 8-й Всероссийской Олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов, организованной общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». На мероприятии побывал Алихан Лепшоков. В региональном этапе 8-й Всероссийской Олимпиады по истории предпринимательства в России приняли участие студенты Кочегу и СКГА. Участникам необходимо было ответить на пять блоков вопросов и написать сочинение эссе на одну из предложенных тем. Председатель Карачева-Черкесского отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Игорь Гонов отметил, что наши студенты не первый год принимают участие в этой олимпиаде, достойно представляя наш регион. Олимпиады проводятся с участием студентов и аспирантов. Как правило, практика пока заперли в стенах этого вуза. Олимпиады прошли в среднем от 35 до 40 студентов. Призеры у нас, как врачи, даются права возможности от имени «Деловая Россия» и «Деловая Россия» принять участие в Российском. Для наших студентов это возможность проверить свои знания и, может, в будущем это даст им толчок для создания собственного дела, отмечает декан исторического факультета Кычагу Наурус Уртенов. История предпринимательства России всегда будет востребованным предметом, уверен он. Наши студенты уже не первый год здесь на месте занимают выпускные первые места. И в прошлом году студент исторического факультета Дагов-Беслан здесь на региональном этапе занял первое место. И уже там, в Москве, когда был финал, он там занял, вошел первую десятку из 64 команд, которые там участвовали. История предпринимательства России – непростой предмет. И на Олимпиаде нам приходится отвечать на достаточно сложные вопросы, говорят студенты. Помимо этого, необходимо написать сочинение эссе на определенные темы. Лично для меня эта Олимпиада имеет такой первоначальный, скажем так, такой своеобразный смысл. Так как вообще тема эта мне очень близка. Всегда хотел стать предпринимателем. Сама эта тема вообще, как бы там ни было, является, скажем так, одной из первоочередных. Предпринимательство играет важнейшую роль в жизни любого государства, любой страны. Да, предмет сложный, но мне как бы нравится заниматься предпринимательством. Хочу в будущем стать предпринимателем, кроме основной работы. Не знаю, мне более близка эта тема, и я заинтересован этой темой. После проверки ректор Качагутал Султан Узденов и руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Игорь Гонов наградили победителей призеров Олимпиады грамотами и кубками. В итоге первое место занял студент СКГА Руслан Ульбиев. Второе также досталось студентке Академии Марьям Баташевой. А третье место получил студент Качагу Беслан Дагов. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Руслан Охтов из Карачаев-Черкесии стал лидером Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». И уже в сентябре станет студентом МГИМО. Он сумел достойно пройти сложные испытания. В финале участвовали подготовленные по всем направлениям дети. 30-й юбилейный сезон Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» проходил на тему «Ее Величество. Волга. География. История. Культура». Весна постепенно вступает в свои права, хотя погода и не совсем установилась. Для поклонников отдыха на заснеженных курортах Карачаев-Черкесии по-прежнему доступны занятия любимыми видами спорта. В чем убедился и наш корреспондент Артур Мхце. Трассы идеальные просто. Курорт – это лучший просто курорт по сравнению с другими. На каких курортах еще был? Роза Хутор, Дамбайль, Брус. Но вот этот, он более под Европу заточен, поэтому мне здесь как бы больше всего нравится. Это не единичное мнение. Подобные слова можно услышать от большинства туристов, опрошенных нами на склонах Архыза. Несмотря на то, что на большей части Карачаев-Черкесии люди уже подумывают о летних видах спорта, здесь в приоритете остаются экстремальные зимние дисциплины. Часто здесь бываем. Прекрасная погода, развивающаяся инфраструктура, хорошая атмосфера, прекрасная кухня. Сейчас очень многие говорят, что закрыты многие курорты. Способен ли внутренний туризм заместить потребности наших граждан, хотя бы частично? Я думаю, что на 100% способен. Здесь рядом Эльбрус, здесь развивается все. Катание здесь и снег даже лучше, чем в Австрии. Те люди, которые влюблены в горы, в лыжи, в сноуборды, то есть они для себя здесь откроют много очень интересного и познавательного. Нет, не проблема, что сейчас закрыты курорты Европы. Я думаю, здесь очень хорошо. Да, прекрасные склоны и, конечно же, привлекает местный колорит, то есть национальный. Карачаево-Черкесия, республика со своими особенностями кухни и гостеприимством. С удовольствием сюда ездим. Если кого-то на равнине подобная погода, возможно, огорчает, то в горах поклонники скоростного спуска на лыжах или сноуборде от нее явно в восторге. Поэтапное развитие курорта позволяет в перспективе рассчитывать на постоянный прирост численности туристов. Но и нынешние показатели не могут не радовать. К примеру, только в этом сезоне услугами горнолыжных инструкторов Архиза воспользовались немало людей. А ведь куда больше тех, кто и сам прекрасно катается. На данном этапе уже у нас достаточно зеленых трасс для начинающих. То есть мы как школа, мы очень много ставим гостей, в принципе, на лыжи нулевой уровень. Там в этом сезоне мы преодолели где-то так 15 тысяч учеников было в этом сезоне поставлено. Соответственно, зеленый уровень мы располагаем и синими продолжающие, а дальше уже кто более там, ну когда повышается красной уровень, то есть у нас и красные вот, в том числе соревнования на красной трассе, и располагаем и черными. То есть в Архизе есть все. Например, главная достопримечательность Архиза – его природа остается неизменно притягательной и красивой при любой погоде. Тем и хороши подобные курорты, что им в любое время года есть чем порадовать посетителей. Артур Махце, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архиз. Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Салаваевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова